Новости про повышение пенсии и прожиточного минимума. Плюсы для должника. Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, юрист-эксперт в области списания долгов через банкротство, решая проблемы с долгами с 2015 года, с командой юристов вела в виду сотни дел по всей России. В стране повысятся пенсии, минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, соцвыплаты и зарплаты бюджетников. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Премьер-министр поручил Минфину и Минтруду предоставить соответствующие параметры предстоящего повышения. Очевидно, что для должников и банкротов встают следующие вопросы. Есть ли для них в этом плюсы? Будет ли банкрот получать больше денег в процедуре? На эти вопросы я и отвечу в этом выпуске. А если информация будет полезна, ставьте лайк, это можно сделать и после просмотра. Итак, порядка 4 миллионов пенсионеров подвергнутся индексации социальной пенсии и составит она 8,6%. Получатели социальных пенсий – это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии. Увеличенную пенсию в апреле 2022 года получат следующие категории граждан, как лица, которым представлена материальная поддержка от государства в связи с инвалидностью, с потерей кормильца, наступлением пенсионного возраста. К этой категории также относятся граждане, которым по каким-либо причинам не может быть назначена страховая пенсия, трудовая, а также пенсионеры, которым назначена государственная пенсия. То есть индексация затронет все социально не защищенные категории лиц, включая детей и инвалидов. Предполагается, что индексация должна коснуться и военных пенсионеров, а также членов семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Что касается страховых пенсий, трудовых, неработающим пенсионерам, они индексировались в России с 1 января 2022 года. Прибавка составила 86%. А что касается прожиточного минимума, он тоже не остается в стороне, и он будет повышаться в регионах. Президент напрямую распорядился, чтобы власти субъектов Российской Федерации сами использовали все предоставленные полномочия, в том числе по мерам поддержки населения. Так какие плюсы в этих фактах для должника или банкрота? Ведь реальность коснулась многих. Уведомления о сокращениях, неоплачиваемые от работодателей административные отпуска, рост цен. Многие граждане не смогут платить по своим кредитам и обязательствам в срок. Ряд граждан уйдет в банкротство, чтобы по закону освободиться от всех обязательств. Тем более, что закон их обязывает это сделать, если долг свыше 500 тысяч рублей, и есть хотя бы одна просрочка. Об этом нам говорит закон, пункт 1 статьи 213.4 Федерального закона о банкротстве. Так вот, давайте поговорим про плюсы. Ну, во-первых, если в связи с просрочкой платежа долг кредиторам будет взыскан, к примеру, через суд, и кредитор обратится в Федеральную службу судебных приставов для взыскания долга в принудительном порядке, так как у большинства граждан не будет возможности сразу вернуть весь долг, то пристав возбудит исполнительное производство и вправе будет обратить взыскание на официальный доход должника в размере, не превышающем 50%. И тут я напоминаю, что с 1 февраля 2022 года гражданин вправе претендовать на сохранение за ним прожиточного минимума. Это значит, что пристав по письменному заявлению гражданина обязан сохранять прожиточный минимум. Если этого не происходит, пишите жалобу старшему приставу и в прокуратуру. Важно, данная информация актуальна также, если в отношении вас уже возбуждено дело в службе судебных приставов. Уважаемые граждане, если вы не можете платить по долгам и вашим обязательствам, если вам нужна помощь в списании с вас непосильных долгов, записывайтесь на бесплатную консультацию, на которой мы разберем, а подходите ли вы вообще под процедуру освобождения от обязательств. Работаем успешно с командой по всей России, контакты в описании. Во-вторых, если гражданин будет списывать долги через банкротство, то и тут плюсы для него. Напомню, что с момента признания гражданина банкротом и до завершения процедуры гражданин получает только прожиточный минимум на себя и 50% на каждого иждивенца при наличии второго родителя. Примерный срок получения прожиточного минимума плюс-минус 6 месяцев. Так вот, с увеличением прожиточного минимума гражданин в процедуре банкротства будет получать доход больше и у суда будет меньше вопросов, почему гражданин не может восстановить платежеспособность. Что касается пенсионеров, в процедуре пенсионер также получает прожиточный минимум на пенсионера. Однако есть рычаги, которые носят заявительный характер и с помощью которого для пенсионера можно исключить полную пенсию, подав соответствующее заявление в суд. Такие действия должны делать юристы, и я делаю в своей команде для своих клиентов подобные действия, чтобы пенсионер получал полную пенсию в процедуре. Еще раз хочу подчеркнуть и сказать, что суд может отказать в удовлетворении тех или иных заявлений или требований, особенно если они касаются исключений из конкурсной массы из дела о банкротстве тех или иных сумм, которые превышают прожиточный минимум. А если речь идет об иных выплатах, алиментах, соц. выплатах, пенсии по потере кормильца, детских и иных подобных выплатах, их гражданин должен получать процедуру банкротства в полном объеме. В-третьих, будет ли банкрот больше денег получать в процедуре, если уже возбуждено дело и идет процедура банкротства? Да, будет. Финансовый управляющий, который будет проводить процедуру или проводит, выплачивает прожиточный минимум на текущий момент, установленный на квартал. Если вы уже в процедуре банкротства, то рекомендую в момент, когда прожиточный минимум будет увеличен, обратиться с письменным заявлением к финансовому управляющему с требованием выплачивать больше прожиточный минимум. Если вы мой клиент, обратитесь к вашему юристу. В принципе, этим вопросом должны заниматься юристы. В заключении, по теме выпуска, хочу сказать. Ясно одно. Какая бы тяжелая ни была ситуация в стране, нужно хотя бы попытаться сохранять спокойствие. Тяжело сейчас не вам одним, тяжело сейчас многим гражданам. Но нужно оценить свои возможности и воспользоваться ими. Многочисленные санкции и повышение цен могут выбивать из колеи. Но все равно, рано или поздно, ситуация стабилизируется. А если нужна помощь в списании с вас непосильных долгов, вы понимаете, что вы больше не можете платить по вашим обязательствам. Контакты в описании. Работаем по всей России. Консультация бесплатная. Разбор дела бесплатный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин